добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала сегодня воскресенье 5 сентября 21 года я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем говорить о политике сегодня я хотела бы подвести итоги не события минувшей недели и также обратить ваше внимание на некоторые мероприятия которые пройдут на следующие к сожалению мальвина не сможет появиться в кадре судя по всему она очень устала она обессилена целый день наблюдала за голубями на соседской крыше но она передает вам привет и как код ученые как пушкинский код она будет присутствовать и тоже слушать о том что же происходит мировой политики и так наиважнейшим итогом минувшей недели является политический процесс который связан с выходом американских войск из афганистана потому что подавляющее большинство американцев считают что то что произошло абсолютно неудовлетворительно и все больше голосов включая тех кто является членом демократической партии сша считают что байдну должен быть объявлен импичмент я больше не буду повторять его имя я буду заменять его имя на выражение как то человек который любит стремнуться или 46 потому что если я буду часто называть свое имя в таком критическом контексте то у меня будет очень мало просмотра и так как говорит опрос общественного мнения который опубликовала газета the hill the hill это фактически платформа демократов поэтому можем судить что они также воспринимают эти настроения общества всерьез 77 процентов американцев считают что вывод войск был правильным решением 88 процентов демократов то есть членов демократической партии и 74 процента республиканцев все эти люди поддерживают выход войск как принцип то есть они в принципе согласны но при этом 52 процента американцев одни одобряют то как это было сделано это то что публикует газета the hill и теперь перейду к другому опросу общественному мнению который был опубликован 1 муссен репорт это компания которая осуществляет различные опросы общественного мнения по требованиям республиканской партии они утверждают что 40 процентов опрошенных демократов поддерживают идею импичмента 58 процентов беспартийных поддерживают эту идею и 8 83 процента республиканцев также считают что необходимо начать процесс импичмента потому что это был самый большой позор в истории сша и кто-то то есть главнокомандующий и президент должен нести ответственность за то что произошло надо сказать что маржори тейлор грин постоянно требует от спикера палаты представителей привести в действие ее документы ее заявление но теперь это требует не только она потому что судя по всему желание не видеть человека который любит вздремнуть первым лицом государства распространилась уже и на другие континенты потому что судя по всему и союзники не в восторге от того что происходит потому что газета daily express это британская консервативная газета опубликовала фактически интервью с американским политиком республиканкой которую зовут клодия тэнни и клодия тэнни уже неоднократно заявляла что единственным выходом из этой ситуации является импичмент первого лица потому что других выходов просто нет кто-то должен нести ответственность тем более что погибли люди то есть это было не просто позорным это было трагичным потому что молодые люди лишились жизни из-за того что это было так хаотично так хаотично происходило то есть это не было организовано должным образом почему об этом пишут а также и британцы становится понятно потому что сегодня была опубликована статья о том как группа из 20 спецназовцев рискуя жизнью должна была пересекать афганистан фактически их бросили и они должны были сами нанять такси у них было пять такси 20 человек которые переоделись в чадру то есть они одели эти синие или голубые лазурные одежды и соответственно под знаменами талибана они двинулись они перемещались 300 километров через все заставы которые на которых их пытались проверять то есть по словам этих военных было немало драматических моментов но тем не менее к счастью для них ни одна из этих застав не осмелилась потребовать у них поднять чадру и таким образом они смогли прибыться в талибан якобы как группа женщин-поломниц которые едут в кабул для того чтобы молиться за победу то есть прославлять талибан и они перемещались по всей территории афганистана с флагами талибана соответственно для того чтобы замаскировать свою идентичность конечно это сегодня воспринимается как некий гротеск как некое приключение на самом деле это было вовсе не приключение потому что если бы их по крайней мере потребовали одни выйти из машины и увидели их рост и так сказать косую сажен в плечах то сомнений в том что это переодетые мужчины не оставалось бы поэтому конечно они рисковали жизнью и ничего веселого на самом деле в этом нет это свидетельствует о том что тот человек который должен был на себя взять ответственность этого не сделал произошел просто коллапс и в этом коллапсе погибли люди а другие люди рисковали жизнью но я хотела бы еще раз подчеркнуть что теперь это настроение которое расходится как волны как волны гюкенцы это расходится уже и затрагивать союзников потому что судя по всему именно поэтому блинкин и должен лететь на следующей неделе в германию он объявил что сегодня 5 сентября он нанес визит в даку таки он обсуждал опять-таки те же самые проблемы эвакуации а потому что там целый фактический лагерь беженцев и необходимо решать куда и как их перераспределять направлять и с таким же аналогичным визитом он прибудет 8 сентября в германию там на базе которая называется рамстейн я надеюсь что я правильно это произнесла потому что у нас немало филологов которые весьма критично воспринимают мои речи если у нас есть а у нас есть собеседники германии я надеюсь они меня поправят потому что на этой самой базе рамстейн куда должен поехать блинкин 8 сентября уже вместо 5000 уже 15 тысяч так пишут блогеры у меня нет другой информации как от блогеров потому что первоначальные заявления были о том что эта база военная рассчитана на 5000 человек но в настоящий момент там перенаселенность там уже 15 тысяч потому что еще туда направили командос то есть афганский спецназ якобы это не проверенная информация это информация от блогеров якобы цру вывозили также спецназ и около тысячи человек а может быть и больше тоже находятся там на этой базе это отдельный разговор о том что с ними потом делать с команды с которых вывозят судя по всему церу их вывозят какова будет их дальнейшая судьба по этому поводу есть разные разговоры разные планы но тем не менее а мы понимаем что блинкин прилетит в германию для того чтобы просить своих союзников союзников по нато о том чтобы они приняли и продолжали принимать беженцев я других причин не вижу потому что это визит который он объявил и пресс-релиз находится на сайте государственного департамента и там подчеркивается что работы по эвакуации будут продолжаться судя по всему осталось официально около 100 американцев американских граждан в настоящий момент в кабуле или в афганистане это не уточняется но сейчас речь идет уже не об американских гражданах и даже не о гражданах стран союзниц по нато сейчас речь идет о тех афганцев которые работали с западом и в первую очередь это конечно этот знаменитый спецназ из 11 тысяч человек который судя по всему будут вывозить это мое предположение хочу подчеркнуть что это мое мнение я думаю что их всех постараются вывести что с ними будет потом делать это отдельный разговор у меня тоже есть соображение я хотела бы посвятить этому отдельный сегмент потому что в настоящий момент я хотела бы обратить ваше внимание именно то что растет требования о том чтобы подвергнуть первое лицо импичменту и если об этом пишут уже союзники потому что они фактически опубликовали перепечатали целое интервью с Клодией Тенней Тенней простите Тенней это слишком по-французски с Клодией Тенней которая просто разнесла пух и прах первое лицо она сказала что он бездушный и бездушный и высокомерный то есть она разнесла пух и прах администрацию она говорила о том что такой человек во главе государства представляет опасность это цитата опасность бездушный соответственно высокомерный и также она говорила о том что она будет продолжать требовать от Нэнси Пелоси того чтобы та начала процедуру безусловно та никогда в жизни такой процедуры не начнет это очевидно но то что весьма вероятно это необходимость конечно отправки вышеупомянутого лица на пенсию по 25 поправке конституции потому что если это давление будет продолжать оказываться это давление будет существовать то конечно невозможно говорить о том что в такой ситуации этот лидер партии может привести ее к победе это понятно это понятно демократам потому что если верить опросу Расмуссона Репот а я верю их опросу это 40 процентов демократов считают что он не может быть их лидером и он должен подвергнуться импичменту из-за того что произошло в Афганистане я думаю что мы должны все верить Расмуссона потому что они не заинтересованы в том чтобы кривить душой и более того Маржори Тейлор Грин выложила документы которые подтверждают что действительно все эти телефонные звонки были осуществлены то есть она выложила документальную базу документы которые подтверждают что Расмуссона Репот действительно провел в кратчайшие сроки этот опрос и все так как они описали все так и есть я считаю что действительно час близится потому что вы видите что с такой статистикой невозможно оставлять человеку кормила власти к тому же его поведение становится все более неадекватным эти обсуждения того как он смотрел на часы в эти трагические минуты и тем более он прекрасно знал что на него направлены телекамеры то есть это было очевидно и тем не менее он постоянно смотрел на часы конечно это вызвало очень эмоциональную реакцию людей даже тех которые симпатизируют демократической партии наверное это то что я хотела бы сказать вам на настоящий момент мы ждем визита Тони Бенкина и я хотела бы сделать следующий материал если вас это интересует о том что будет с командос и какие у НАТО планы на этот счет конечно афганскими командос потому что к счастью британские командос добрались до Кабула в таком экзотическом наряде в чадре и их всех эвакуировали это то что я вам хотела сказать я желаю вам всем прекрасной недели и буду ждать ваши комментарии мне также хотелось бы конечно поблагодарить всех кто находит время писать нехитрые предложения мне это было интересно ставлю лайк и так далее потому что только простые предложения считаются комментарием если вы пишете просто ставлю лайк это не зачитывается как комментарий хотя это подтверждает ваш лайк и я хотела бы также поблагодарить за поддержку канала на этот раз Софию спасибо большое Софии мне очень приятна ваша поддержка и я также надеюсь что мы продолжим с вами обсуждать эту тему и вы оставите свои комментарии спасибо